Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. И сегодня, наверное, последняя программа о наставничестве. И сегодня я хотел бы поговорить о верности. Дело в том, что взаимоотношения наставник-ученик – это взаимоотношения вечные. Это как брак. Вы не можете расторгнуть это. Вернее, вы можете все. Вы можете и брак расторгнуть, но суть не в этом. Суть в том, что это разрушит Божий план. Когда мы с вами завязываем какие-то отношения, это отношения, которые продлятся в вечности. Когда я познакомился с одним человеком, он взглянул на меня, это был служитель, достаточно авторитетный. Наверное, до сегодняшнего дня я его больше двадцати лет не видел. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел, что я ему не нравлюсь. И с тех пор началась война. Я бы даже назвал это травлей. Он делал все для того, чтобы выжить меня из церкви. В итоге он своего добился. Но когда я прощался, я сказал ему одну фразу, которая очень сильно сидела во мне. И она меня ранила. Знаете почему? Потому что я хотел справедливости. Я хотел, чтобы Бог сделал ему так же больно, как он делает мне. Но Бог сказал мне, посмотри на все происходящее вот под следующим углом. Вам нужно будет провести вместе всю вечность. Сегодня у вас состояние конфликта, но когда вы придете в небо, вы будете жить вместе. Будете постоянно встречаться, будете постоянно сталкиваться. И вам сегодня нужно что-то делать с этим. И я сказал ему, как бы ты сегодня ко мне не относился, но мы вместе будем в небесах. И знаете, его ответ меня потряс. Если, говорит, я приду на небо и увижу тебя там, я пойму, что я попал в ад. И это потрясающий ответ Божьего служителя, наполненного любовью. И это человек, который не воспитал ни одного ученика. Кто-то недавно спросил меня, почему это такой большой человек, это такой большой епископ, это такой человек, который вау-вау-вау, но у него нет ни одного ученика, который бы пришел и сказал, это мой наставник. Я думаю, потому что он не видит взаимоотношения, как что-то длящееся вечно. Если я пришел в твою жизнь, и я настолько негативен, я настолько плох, то тебе придется что-то с этим делать, потому что я пришел в твою жизнь навсегда. Ты не можешь воспринимать мир по-другому. Если ты действительно наставник, если в тебе дух Христов, любой человек, насколько бы он не был плохим, он пришел в твою жизнь навсегда. Те люди, которые пришли ко мне, я принял как своих учеников, я молился за них, я вкладывал в них жизнь, я их учил, я их назидал, я молился, постился, и все-все делал для них. Но потом пришли какие-то люди, что-то им сказали, и они поуходили. Они говорят сегодня обо мне плохие вещи, но я продолжаю молиться, я продолжаю благословлять. Я краем уха слышу, что у них там какие-то проблемы, и я становлюсь в пост. Потому что то, что Бог нас соединил, это навсегда. Это невозможно разрушить. Ты можешь хлопнуть дверью и послать своего наставника гулять на злачных пажетях, но он будет продолжать за тебя молиться, потому что он, знаете, он вкусил вот этого духа отцовства, которое дал Господь. И он не может оставить этого никогда. Помните знаменитую притчу о блудном сыне? Он забрал деньги, он плюнул на устои, он оскорбил собственного отца, он ушел в другую страну, он все прогулял, но отец продолжал молиться и ждать сына назад. Когда мы имеем дело с нормальным, библейским, божественным наставничеством, так и происходит. Потому что хороший наставник понимает, что то, что этот человек пришел в мою жизнь, это навсегда. Если он хорош или он плох, с этим нужно что-то делать. Редактор субтитров А.Семкин